Начали планерку все же с хорошей новости. Оказалось, в Сочи лучше всего в стране умеют управлять общественными финансами. Олимпийская столица получила диплом первой степени на всероссийском конкурсе. Учитывалось 69 показателей, среди которых эффективность бюджетного планирования, а также открытость и прозрачность работы местных финансовых органов. Плохой же новостью стало известие о заторах. 15-километровая вереница из автомобилей в эти дни скапливается на подступах к Сочи. От Вардоне до центра курорта гости добираются без малого 5 часов. И дело тут не только в разгаре сезона и большом количестве машин, подчеркивает Анатолий Пахомов. Судя по жалобам горожан, которые поступают на горячую линию главы Сочи, такая сложная дорожная обстановка сложилась из-за недобросовестной работы инспекторов ГИБДД. А экипажи ДПС и вовсе срывают график дежурств, установленный для реверсивного движения. На Мамайском перевале реверс с 8 до 11 утра. Прокомментировал сложившуюся на Мамайском перевале дорожную ситуацию и директор городского департамента транспорта. Юрий Усачев отметил, что на данный момент идут проектно-изыскательные работы по расширению этого участка дороги до четырех полос. Строительные работы начнутся в следующем году. В ближайшем месяце или полтора, опять же, собственникам дороги у Продор-Черноморья будут проведены работы по возможности. Они немного расширят данный участок и организуют временную схему движения четырехполосного. Да, полосы будут чуть уже, это будет желтая разметка, так как это временная схема, но опять же, это сильно облегчит ситуацию. А до этого момента, безусловно, это активная работа сотрудников ДПС по организации реверсного движения. Учитывая это, власти города настойчиво просят сотрудников ДПС, службу ДПС города, УВД города Сочи, все-таки более эффективно проводить данную работу. В целом, в период эффективного сезона, когда в городе 90-процентная заполняемость, ситуация под контролем, отмечает Пахомов. С увеличением нагрузки, в том числе на коммунальщиков, муниципалитет справляется. Мусор вывозят вовремя. Уборка города ежедневно стартует в 6 утра. САГ переведен на четырехсменный режим работы. Озвучил мэры вопросы, на которые чиновникам необходимо обратить особое внимание. Это архитектурный облик курорта, санитарное состояние вокзалов и шлезнодорожных станций. Это то, что первым бросается в глаза туристам из окна поезда. Большое внимание участники совещания уделили и борьбе с распространением комаров. Обработка городской территории, а также подвалов, многоквартирных домов, судя по докладам управляющих компаний, ведется в плановом порядке. Но вот горожане считают иначе. Анатолий Пахомов потребовал провести повторную санитарную обработку от насекомых. Нарушителя оштрафует Росприроднадзор. Рекреационным же объектом, особенно там, где есть водоемы, борьбу с комарами и вовсе необходимо вести по всем фронтам. Тут в помощи эвкалипты и золотая рыбка Сочи – гамбузия. Комаров быть не должно. Понятно это? Мы стараемся делать все, чтобы учесть даже мелочи, чтобы те люди, которые к нам приехали в город, чтобы они на следующий год приехали. В ваших интересах эту гамбузию брать. Берите, сколько вам нужно, чтобы просто не было комара. Доктор Соколов, в принципе, малярийного комара в Сочи вывел. Бесплатно не можете взять. Это же надо такая безответственность. Выполнение поручения руководства Сочи проверят в том числе и энтомологи. Отчет мониторинга глава курорта ждет через две недели.